И всем привет, ребят, с вами Строманька, сегодня я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен обзору нашей Жиги, на своих экранах вы видите уже ее, я потратив определенное количество контейнеров, около где-то 150, может быть 200, выбил ее и сегодня вместе с вами мы ее протестируем, посмотрим насколько хорошо она будет себя показывать в матчмейкинге, Жига с подавлением, может быть она даже лучше, чем Фриз с подавлением, который по моему мнению является одним из лучших устройств на данный период времени в игре, поэтому скатаем каточку, может быть одну, может быть даже несколько и разберемся нагибает ли данная Жига и стоит ли ее выбивать вообще в нашей вместе с вами игре, я перехожу конечно же в полноэкранный режим, у меня уже Вика Жига одета, только у меня одета скорее всего Вика Жига с устройством на оглушение, которое мы уже тестировали, которое если честно мне не понравилось, ну и сейчас уже будет у нас Жига с непосредственно подавлением, так по краскам, ну давайте пусть будет гроза, пусть будет гроза, по дрону у меня стоит ловкач, ну можно было бы если честно наверное взять, взять бустера, ну ладно, давайте пусть пока останется ловкач, начнем с такой комбинации, если что по ходу боя переоденемся, по режиму я думаю что было бы неплохо скатать какую-нибудь цепешку, единственное надеюсь на то, что нас быстро закинет в бой, потому что вчера были какие-то проблемы с загрузками в карты и на это требовалось потратить значительно больше времени, чем это было на старом интерфейсе, но благо сейчас у меня быстро все закидывает и надеемся на то, что будет у нас небольшая карта и на ней мы сможем реализовать наше вместе с вами вооружение, так я сейчас быстро выйду с полноэкранного режима, проверю, да, все четко звук у нас работает, все идеально, так, выходим с этого и заходим в полноэкранный но будем давайте смотреть как она вообще работает, я так понимаю, что она должна работать так же как и фриз, на протяжении, да, всего урона наносить подавление, при этом баллон маленький баллон маленький, если сравнивать с фризом баллон значительно меньше, поджог также есть у этого устройства но большой ли поджог, вот в чем проблема давайте посмотрим, что у нас по поджогу вообще здесь есть, но есть неплохой вроде как криты также имеются криты не сказать, что сверх жесткие но они есть и это тоже дополнительный плюс резистов у нас отжиги целых три есть у противника я надеюсь на то, что у меня не будет сейчас сильно здесь респить и мы сможем пожить у противника на респе и покидать урончик так, иммунитет был какой-то у молодого человека только я не понял, что это был за иммунитет у него показались надписи но это был походу иммунитет от поджога у Ареса наверное, да наверное, иммун от поджога так сразу же сразу же появляются люди, которые выписывают ключевые слова в чате мистер Нубланько это, конечно, сильно мистер Банная комната это тоже интересно такого я еще не видел, если честно так, ну, по катке у нас все очень просто да жига в принципе, имеет все те же самые эффекты что и имеет фриз только у фреза есть есть замечательная возможность отключения ой блин помешал, еще и мне под зад дали у фреза есть возможность отключения дополнительной ДДшки и возможность заморозки оппонента здесь у вас есть возможность поджога да, то есть что лучше, поджог или заморозка ну, я бы, наверное, давал бы предпочтение все-таки заморозки но жига как альтернативное использование с подавлением да, если, например, большое количество резистов от фреза я считаю, что она имеет место быть и условно можно использовать эту жигу в той ситуации когда у вас в команде уже есть, например, фриз и есть резисты от фреза либо вы сами играете на фрезе у вас есть еще жига с подавой и вы просто комбинируете меняете пушку в связи с тем, что от вас кто-то одел резист один, два, пять а может вообще вся команда одела резисты и вы просто переодеваетесь ну, а так если сравнить жигу и фреза то я думаю, что фриз будет помощнее баллонов у него больше хотя здесь у жиги он восполняется сразу же, моментально но все равно, да то есть в моем понимании овердрайв на овердрайв говорю баллон, который не надо отпускать это все равно приоритетнее чем баллон, который восполняется моментально но он значительно меньше но и я думал, что здесь еще будет чуть получше наверное поджог но поджог здесь может быть даже хуже дефолтной жиги я, честно говоря, последнее время на жиги обычно не играю но мне так чисто кажется со стороны, что этот поджог чуточку будет слабее дефолтного поджога жиги может быть я ошибаюсь может быть это и есть дефолтный поджожек просто надо посмотреть на на защиты и на иммунитеты а здесь у нас против 3 защиты от поджога ну тогда может быть в принципе и нормально она себя показывает может быть и все в полном порядке давайте сыграем еще одну катку потому что по такой катке с досрочкой явно ничего не понятно надеемся на то, что сейчас закинет в CTF тоже на небольшую карту и получится посмотреть лучше ну и с лавкачом чуть-чуть полетать может быть подоставлять флаги я раньше вообще был безумным любителем поиграть на викинге с продувами когда еще у нас не было вот этих вот обновленных овердрайвов когда у всех овердрайвов был один эффект и этот эффект был такой же самый как сейчас у диктатора который давал вам полную расходку раздавал ее еще и на тиммейта и плюс ко всему прочему ставилась мины и еще аптечка добавлялась да вот в тот самый период времени я очень сильно любил играть на викинге с продувами с жигой, с фризом бывало даже играл с какой-то изидой, либо твинцом да, то есть тогда в мете эти пушки были очень сильными и получалось на них очень неплохо играть ну и у нас походу еще одна досрочка намечается намечается еще одна очень быстрая катка но я думаю, что чуть-чуть сопротивления если противник здесь даст то уже будет неплохо пока что мы за одну минуту уже два флага привезли и похоже наша команда хочет еще один привезти но нет здесь сливают все-таки нашего тиммейта давайте попробуем чуть-чуть пожить на вражеском респе и попробуем покидать чуть-чуть урона хотя здесь есть возможность увоза флага и наверное лучше лучше уж его увозить чем я буду сейчас стараться килять если вот например никто из наших тиммейтов не будет везти то наверное все-таки мне лучше везти флаги если сейчас ребята начнут увозить то у меня будет как раз таки тайминг закрепиться на вражеском респе и попытаться покидать чуть-чуть больше урончика так вот это вот изида ставит мины но я ее к сожалению не успеваю слить а там выше уже тоже все в минах я не понимаю зачем он едет сюда когда там мины наверху и он все равно хочет ехать туда интересный молодой человек если честно о хорош игрок с ником человек как раз таки сливает ту самую изиду которая ставила мины ну и попытается увести кто-то пишет что у Ванька мы встретились блин ну это как раз таки это изида и есть ничего себе блин ну у меня получилось ее неплохо нарез подправить но все равно да я играю я чувствую что моментами баллона не хватает моментами баллона не хватает и с точки зрения иммунитетов да то есть тоже нужно понимать что сейчас у нас в игре преобладают защиты от поджога и иммунитеты от поджога потому что очень многие играют на вулканах а если игроки играют на вулканах соответственно у них соответственно у них все эти противные иммунитеты и имеются и в этом случае 100% лучше использовать фреза но зачастую бывают катки где противник под вас подстраивается и тогда вот может быть именно для этих боев эта жига и подойдет но для рандомного обычного матчмейкинга без подпиков групп там и какого-то серьезного сопротивления я считаю что приз будет выглядеть посимпатичнее чем эта жига а жига может стать для вас чисто альтернативным вариантом для использования ну и мне лично конечно хотелось бы чтобы здесь баллон был бы ну такой чуть-чуть поприятней какой-нибудь такой ближе к зажигательной смеси да старый добрый да это было бы вообще бомбически но ладно как есть так есть кто-то уже даже спрашивает что за устройство на жигу я думаю что они смогут все это дело увидеть в видеоролике так здесь мины в большом количестве появляются и мне кажется что я могу вообще взять и одеть рез от нее не я могу переодеть резистик например от какого-нибудь шафта и взять резист от мины а у меня его нету ладно хорошо это как раз таки вариант его быстро сделать быстренько сделать прокачку оформить красивую контентовую быструю прокачку оформляем давай 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 хорошо рез появился так и берем его вместо вот этого блин а как это все понял вот так да делается теперь теперь это конечно тратит намного больше времени так но я его уже одел и у нас даже противник сумел доставить флаг пока я переодевался сейчас кстати заодно почувствую как вообще держатся мины срезом от блин я снял рез от шафта и против есть шаф это просто ужас вот это я конечно победитель думал какой рез снять снял рез от думая что пушки которые у нас в этом бою нету и оказывается что как раз таки эта пушка у нас имеется и теперь меня этот шафт будет ваншотать и теперь он меня будет без шансов ваншотать если это реально так то это конечно максимально печальная ситуация так ну ладно 5-1 мы ведем я бы очень сильно хотел бы чтобы мы эту катку досрочно завершили поэтому я в принципе и одел резист уже от мин ой ну шафт боже ты мой как я не знал что там есть шафт и как мне теперь его надо наверное через правый вверх ехать там справа сверху тоже мины либо о чтоб кто-то подставился то что кто-то подставился это уже неплохо так шафта респим по-быстрому хорошо теперь респим изиду мины улетели ну и теперь быстро пытаемся выводить не надо по мне накидывать зачем тиммейт накидывает по мне выстрелы боже викинга рикошет накидывая по мне выстрелы просто заставляет меня стопаться так давай 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 хорошо успел на подборчике сыграть блин сколько у меня хп а боже лак сервера какой-то произошел флаг скидывается так подобрали ну и нас тоже увезли нас тоже противник увез поэтому мне было неплохо скинуть флаг братанчик возьми флаг братья возьми флаг плиз надеюсь что он быстро здесь сориентируется так и у нас будет возможность вернуть нифига себе тиммейт даже сам в соло сумел вернуть красавчик так доставочка есть и еще один увоз сразу же резкий подстрахуем если что тиммейта давай 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 только ой ой опять какие-то лаги ставим 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 боец боец ставим флаг скинулся я понял я понял либо он сам скинул не знаю короче друзья если подвести итоги если рассмотреть эту жигу с точки зрения актуальности этого устройства то я скажу что устройство с подавлением на фриз лучше но жига может выступать в роли альтернативного варианта если у вас например есть фриз с подавой от него взяли резы от него взяли иммунитеты вы хоп в этот тайминг быстренько влетели с жигой а если у вас нет фриза но есть жига то понятное дело она будет очень неплохо смотреться в матчмейкинге но нужно также обращать внимание на иммунитеты которые есть у противника если большое количество есть иммунитетов от поджога есть большое количество иммунитетов вернее не иммунитет а защит от поджога то возможно тоже стоит поменять ну и если резисты тоже присутствуют поэтому смотрите комбинируйте ну а так устройство выглядит явно интересней чем то устройство которое у нас вышло предыдущее с оглушением с оглушением мне полностью не понравилось устройство а это устройство имеет определенный вес и имеет смысл его использования в матчмейкинге поэтому пишите что вы думаете по поводу этого устройства согласны ли вы с моей точки зрения поддерживайте видеоролик лайком подписывайтесь на канал если вы еще вдруг не подписаны нажимайте на колокольчик дабы не пропускать новые видеоролики ну а с вами был мистер Ванников всем дружи спасибо за просмотр всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok